Здравствуйте, Василий Васильевич. Добрый день. Я очень рад быть сегодня гостем в вашем замечательном городе Владимире, в вашем клубе дзюдо 88. Мы буквально за несколько минут до вашего приезда разговаривали с Максимом Кузьминым, он немножко рассказал о клубе, об истории, о преемственности поколения в вашем клубе. Ну, хочется уже, так сказать, вы приехали из источника, узнать для наших зрителей, для тех, кто будет смотреть видео, читать статью, что вообще, какая цель, какая миссия у клуба дзюдо 88? Ну, история спортивной школы дзюдо, она не так спонтанно создавалась, а именно этому предшествовало много лет. Я, как в прошлом спортсмен-самбист, спортсмен, потом переквалифицировался в дзюдоиста, когда дзюдо стал олимпийским спортом. И, как говорится, работая тренером, работал со сборами команды России и Советского Союза. В течение, на определенном этапе двух лет я был начальником сборной команды СССР среди женщин, женского дзюдо и так далее. Ну, на определенных этапах, когда я начинал тренерскую деятельность, естественно, я имел свои определенные амбиции, вот, и, так сказать, стратегическое, так сказать, мышление было. В первую очередь, именно создание спортивной школы дзюдо. Почему? Потому что я на том этапе уже выезжал за рубеж в качестве спортсмена, в качестве тренера и судьи, вот, в качестве арбитра. И посещал в разных странах определенные, так сказать, клубы, именно клубы дзюдо. И учитывая тот фактор, что у меня немецкий язык, английский язык, вот, я общался со своими коллегами, друзьями, а потом определенные категории и количество наших спортсменов-дзюдоистов работали за рубежом, мы встречались, это Двойников, это Александр Ицкевич, вот, и Сергей Клишин, другие ребята, вот, наши спортсмены, будем так говорить, и мы обменивались опытом. И на определенном этапе я, конечно, задался целью создания детской юношеской спортивной школы дзюдо в городе Владимире. Вот, 12 лет я к этому шел, если 70, завершив спортивную карьеру по объективно-субъективным причинам, то есть травм или плечевого сустава, не позывал мне в дальнейшем, будем так говорить, добиться более высоких результатов, вот, я выбрал это направление. И в 76-м году я перешел в спортивное общество трудовой резервы, вот, города Владимира, и работал при профтехучилищах, вот, профориентированная работа была, я начинал работу со школьниками, и в дальнейшем мы, как говорится, выполняя планы профориентированной работы, обучающихся мы делегировали в профтехучилища. И вот на базе нескольких профтехучилища, два профтехучилища в городе Владимире, одно профтехучилище в Муроме, два профтехучилища в городе Коврове были созданы группы со спортивным уклоном. То есть для тех, именно обучающихся, профессионально-технических училищ, будем так говорить, были созданы вот именно эти условия. То есть они были обеспечены, как говорится, специальной программой изучения предметов, общенаправленной специальной. И будем так говорить, вот именно, учитывая тот фактор, что они как минимум 2-3 раза в неделю и, извиняюсь, в день проводили тренировочные занятия, для них было составлено специальное расписание. Они обеспечили воспитание, все поездки и научим тренировочные сборы на соревнования, экипировка, будем говорить, была обеспечена за счет бюджетных средств по тем временам. И вот 12 лет я к этому готовился. В 1984 году, ну, по решению руководства системы профтехобразования, областной совет, всесоюзной, добровольной, спортивной, трудовой резервы, мне, значит, и я не скрываю, я был в те времена членом КПСС, то есть я занимал активную жизненную позицию и в профсоюзной, будем так говорить, этой деятельности и в партийной и так далее давались поручения, я их выполнял, будем так говорить, именно старался это делать качественно, имели позитивный результат. Естественно, по тем временам областполкома, компартия, комитет физкультуры и спорта областной и спортивного общества трудовой резерва, начальник управления профтехобразования, кулуарно до меня дошло сведение, что мою кандидатуру уже обсуждали, и мне было предложено возглавить областной совет трудовой резервы. То есть формально начальник управления профтехобразования был председателем, а заместитель, будем говорить, ну, все, вел всю физкультурно-спортивную работу, и вот на том этапе 56 профтехучилищ, то есть руководитель физпитания я сам, будем так говорить, отбирал и давал добро на зачисление работу. Вот. И я тогда вот задался целью создания детской спортивной школы «Дзюдо», областного совета, трудовые резервы. Меня поддержали, еще раз повторяюсь, как говорится, руководство советской власти, партийных органов, будем так говорить. Вот. И вот на этом месте строительной организации «Лапромстрой» была выделена территория для постройки собственного дома. Их, наши, как говорится, городские власти, и при поддержке одобрения областных властей, будем говорить, обременили для, как говорится, постройки, встроен пристроенном помещении тысяч квадратных метров для создания детской спортивной школы «Дзюдо» областного совета трудовой резервы. И вот мы, то есть 12 лет, я к этому шел, и вот в 3 февраля 1988 года решение Госпрофобра РССР, Российский комитет трудовой резервы, при согласовании с Огоспорткомитетом Владимирской области, управлением профиле образования, было принято решение. Выделена определенная численность штатников, работников, и была открыта спортивная школа вот на базе этого устроенного пристроенного помещения. Вот скажите, пожалуйста, Василий Васильевич, на начальном этапе, когда создался клуб «Дзюдо» в 88, и сегодня уже, изменились ли цели, изменились ли миссии основная клуба? Ну, она совершенствовалась. Основная, все-таки, будем так говорить, по моим, ведь каждый из специалистов сферы спорта, «Дзюдо», будем так говорить, имеет свои принципы, понятия, убеждения. Вот, естественно, они вносились в корректировку, потому что я тоже учился, я набирался опыта и так далее. Если на начальном этапе, условно урожаясь, конечно, каждый тренер стремится, как говорят, мотивом, основной целью, будем так говорить, деятельности каждого спортсмена и тренера, является на высший результат в главных соревнованиях. Поэтому, да, но потом я осознавал и понимал, анализировал, будем говорить, сохранность контингента, у меня занимающихся, кто-то ушел там, почему, по какой причине и так далее. И уже вот когда, создав спортивную школу, «Дзюдо-88», я сформировал, будем так говорить, ну, разработал программу образовательную, мы получили лицензию на образовательную деятельность, и, значит, в соответствии с разработанным уставом, когда все это пришло в соответствии с законодательством Российской Федерации, было указано, что основная, будем говорить, естественно, цель детской спортивной школы – это реализация государственной политики в области развития детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, вовлечения наибольшего количества детей, подростков, учащихся молодежи в регулярные занятия физико-культурным спортом. И какие задачи мы здесь решали? В первую очередь, это образовательные, воспитательные, здоровительные. И из наиболее перспективных, с учетом, будем так говорить, определенных, как говорится, комплекса данных физического, морально-психологического характера по согласованию с родителями, мы уже этих ребят, еще раз повторяю, которые одарены от ланды и перспективные, ориентировали на достижение спортивных результатов. И здесь в этом плане мои принципы, как говорится, и убеждения именно отвечали то, что плод должен созреть ко времени. То есть, если, например, взять параллель, нельзя дать второ-третьему класснику решить задачу по алгебре, или по геометрии, или сложная арифметическая какая-то, потому что он эту программу еще не прошел. Вот, к сожалению, нужно, чтобы, будем так говорить, ведь как с точки зрения физиологии, да, освоение двигательного действия. Педагог, тренер рассказывает, объясняет, показывает, и его задача, будем говорить, в процессе обучения, его обучающиеся приобретают знания, выполнение тех или иных действий физических, будем говорить дальше, они в процессе повторения приобретают умения. Умения, мы с вами знаем, это осознанное выполнение тех или иных физических действий. И задача тренера довести это до автоматизма. То есть, умение должно перерасти в навык. То есть, это уже автоматическое, неосознанное выполнение двигательного действия. Естественно, как я уже вернулся к тому, что в зависимости от одаренности, генетической предположенности к этому виду спорта и так далее, те или иные обучающиеся, будем так говорить, быстро и хорошо осваивали, в полном объеме, или, ну, это единицы, будем так говорить. Основная масса, конечно, будем так говорить, не добивалась, ну, есть планка условного рождества. Уровень мастера спорта, вот, я подготовил за свою деятельность, как говорится, порядка 50 мастеров спорта, ну, 52 у меня, вот, из них два мастера спорта международного класса и Елена Котельникова, заслуженная мастер спорта, участница двух олимпийских игр, я работал тоже с ней, будем так говорить, она неоднократная победительница европейских международов, в основном, не по дзюдо, двукратная чемпионка мира и трехкратная Европа по борьбе с самбо, вот, и так далее, да, и в уговоре мастер спорта международного класса и по дзюдо, и по самбо, Максим Кузьмин, мастер спорта международного класса, вот, таким образом. Ну, и самое главное, что я, как говорится, подготовил плеяду своих учеников, которые, ну, будем так сказать, выбрали это, свою жизнь, это направление, как своим основным родом занятий, то есть, мне это импонирует и все прочее. Поэтому здесь еще, так сказать, в рамках реализации нашей образовательной программы я еще отражал, как говорится, элементы предпрофессиональной подготовки. Из всего, когда я занимаюсь, я просматривал, а кто полюбил это направление, и кто может быть преемником, продолжателем моего начинания. Вот мои основные, так сказать, решают задачи образовательного характера. Вот, мы давали знания, вот, они приобретали умения и навыки. Воспитательное, естественно, это дисциплина, это уважение к старшим, это дружелюбие, вот, дисциплинированность, ответственность, вот, будем так говорить. Ну, и оздоровительная направленность, то есть, самое главное, что не все будут спортсменами, не все добьются результатов, но, как мы говорим, и вот наши проекты, победители, мы трехкратный победитель президентских грантов, вот, и один из проектов у нас, на миновании было «Здоровые дети, здоровые нации», и чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все. Вот смысл в этом проекте, как говорится, в этой программе, оно, как говорится, заложено, будем так говорить. И самое главное, еще раз говорю, здоровые, то есть это, значит, неприязненное отношение формировалось к вредным привычкам, это табак, алкоголь, наркотики, там, пустое времяпрепровождение где-то и так далее, чтобы и, будем говорить, разъяснительную, пояснительную, так сказать, работу проводил со своими обучающимися и со своими, будем так говорить, педагогами, куда нам, каким правильным путем идти. Ну, естественно, параллельно с этим мы проводили соревнования, соревнования, вот, внутригрупповые, внутришкольные, то есть структура такая, будем говорить, и уже отбирали и формировали сборную команды школы. Естественно, чтобы, будем так говорить, у ребят развивать и удовлетворять их познавательные интересы, мы их возили на областные региональные соревнования, на межрегиональные, на всероссийские, те, которые уже по решению тренинского совета относились к категории перспективных, способных, соглаштовывали этот вопрос с родителями, естественно, увеличивали количество тренировочных дел, от них нагрузка и участие в тренировочных сборах, поездках и так далее. Но в основе своей, все-таки, как говорится, нацеленность спортивной школы, будем так говорить, уставная деятельность, это вот именно такая направленность, чтобы спортивно-оздоровительная направленность средствами, посредством дзюдо, будем так говорить, физкультурная, оздоровительная, спортивная, оздоровительная и так далее, с изучением примета дзюдо. Василий Васильевич, вот Вы сказали там преемственность поколений, то, что Вы вот среди своих воспитанников отслеживаете тех, кто бы мог перенять Ваш опыт для того, чтобы продолжить, нести, так сказать, миссию клуба дзюдо 88. А вот для Вас, кто были Вашими учителями в Вашем становлении тренера и функционера? Как специалиста. Как специалиста, да. У кого Вы учились? Если, конечно, по жизни, у меня в семье, так сказать, папа у меня рано ушел из жизни, в автомобильной катастрофе погиб, будем так говорить, и я нуждался в мужской поддержке и так далее. Но когда я поступил в Владимирский машиностроэлектехникум, вот, до этого папа у меня, как говорится, был трактористом-машинистом широкого профиля, на определенном этапе прошло определенные курсы, и он четыре года работал в сельской школе, учителем труда и физкультуры. Мама училась в медицинском училище и была победительницей первенства России среди именно медицинских учреждений. Вот такой категории, будем говорить. То есть они мне зародили в семье вот этот вот здоровый образ жизни и любовь к физкультуре, к спорту и так далее. В условиях сельской местности, в деревенской жизни это футбол, это хоккей, это лыжи, это игровые, значит, там, волейбол, баскетбол там, допустим, ну и другие такие, чижики там и так далее, там подобное. А когда я поступил в Владимирский машиностроэлектехникум, естественно, я был лидером уже, потому что я уже хорошо, я под 40 раз я подтягивался, я с гирями работал, так сказать, со штангой и так далее, хорошие, значит, там, спринтерские дистанции хорошо бегал и так далее и там подобное. Вот. И я стал физкультургом группы, естественно, и в сборной команде техникум я был, и мы, и футбол, первенство техникум выигрывали, наша группа, будем говорить, и плавание, я в сборной команде был и так далее. Но на определенном этапе, кажется, по старшим возрастам мои друзья, которые уже занимались сам, они говорят, Василий, а мы как-то в деревенских баталиях боролись, будем, на руках тянулись сначала, а ровно-ресли, как говорится, дошло дело до борьбы, и, будет быть, у меня хорошо получилось быть. Тебе дорога в самбо. И вот я начал заниматься самбо, я буквально, да, правда, три месяца в греко-римскую борьбу, в техникум походил, но потом перешел в самбо, как говорится, и быстро у меня пошли результаты, стал победителем первенства в области, зональные соревнования, российские соревнования на первенстве Советского Союза, в электростайле боролся, бронзовую медаль завоевал, вот, и так далее. Ну, то есть, это вот направление у меня, значит, в этом плане. И кто же были моими наставниками? Естественно, это мои родители, это папа-мама, вот, ну, а когда я учился уже в машине строить пехнику, это преподаватели физкультуры, будем так говорить. И когда я начинал, уже вот пошел в самбо, Алексей Ярин, он был студентом нашего предтехнического института по тем временам, он перворазрядник из Перми, вот, вот мы у него занимались. Параллельно у нас, значит, Евгений Васильевич Чичваркин, вот, основатель нашей школы самбо, вот, когда мой первый тренер Ярин заканчивал институт, и у него направление было в Челябинск, он нас собрал, говорит, а вы конкурировали, значит, вот наша секция, Чичваркина секция, и в городе Александрове, там Коприков Алексей Тихонович, и говорит, ну, и вот мы перешли к другому тренеру, это Чичваркин Евгений Васильевич, вот он мне, как говорится, мой второй тренер в этом плане. Ну, а когда уже на арене появилось дзюдо, олимпийский вид спорта, будем так говорить, и мы уже начали, переконфицироваться, и нас, как говорится, лучших самбистов, вот, мы прошли определенные семинары, и тому подобное, и я был призван в армию, вот, и был в спортроте, 50 километров от Тбилиси, город Душеки, тогда там лидером сборной команды СССР под дзюдо был, Гуран Гагалаури, весовой категории 80 килограмм, у меня при весе 73-74 килограмм, я у них был спаррингом, и там была у нас, вот группа, где-то там 5-6 человек, будем говорить, я вот, чудового самбо и дзюдо, и дзюдо я познал вот за 2 года в Грузии, то есть вот таким, и когда демилизовался, приехал в армию, и вот пришел в школу, сам, в честь Варкина Евгения Васильевича, и все, я говорю, и я преподал, как говорится, элементы дзюдо, все прочее, и наши самбисты боролись там, плеяды целые, там, Петр Красносельский, да, Красносельский, вот, Сережа Шальнов, Кудряшов, Коля Баженов, Саша Баженов, и другие там ребята, как говорится, боролись под дзюдо, выполняли нормативы мастеров спорта, и так далее, но я уже, как говорится, именно в те времена, Евгений Васильевич мне сказал, вот, требуется тренер в трудовые резервы, именно на дзюдо, давай, так сказать, и тому подобное, вот я в 76-го года перешел в дзюдо, и уже когда я перешел в трудовые резервы, естественно, наставники мои были, это руководители организации, это, будем говорить, учили меня правильно мыслить, вот, правильно определять концепцию, стратегию, в таком или ином направлении, ну, и я уже работал со сборной командой России, в этом плане и был в составе сборной команды, так сказать, вот, тренера сборной команды, вот, и в судействии, и в тренерской деятельности, это Кураткин Александр Иванович, будем-то говорить, тренерский коллектив из других регионов, вот, это и Курская школа скрипов Михаил Григорьевич, вот, это Коблев Якуб Камбалетович, это Харис Минушипович Челябинск, вот, да, вот, Степанов Олег Сергеевич, город Москва, вот, ну, и те спортсмены, и тренеры, которые, и Авелий Николаевич Казачемков, будем-то говорить, вот, это та категория, будем-то говорить, специалистов, у которых я, ну, будем-то сказать, приобретал определенный таксет знания, умений совершенствоваться в своей деятельности. Ну, а когда уже вышел на международный уровень, естественно, зарубежные, друзья, коллеги, как говорится, я с ними вместе работал, это и Великобритания, вот, Нел Адамс, вот, будем-то говорить, и Эца Угамба, который у нас сейчас главный менеджер, мы в Италии, все время со сборной команды Советского Союза, ездили, Франко Капеллетти, известный специалист итальянского дзюдо, это Ульч из Германии, вот, так сказать, лидером мирового дзюдо. Ну, а плеяда, будем-то говорить, грузинских специалистов, вот, это, ну, я считаю, что это очень высокий уровень по результатам, и у нас, если взять даже, период Советского Союза, вот, и последующие, самое большое количество олимпийцев, и золотые медали чемпионов мира, это грузинские наши, как говорится, спортсмены, были подготовлены, поэтому, оттуда, Анзор, Кибрацашвили, вот, Тимури Хабулури, вот, Шатаха Боррели, вот, и, с, Араби Емиш, с, Адыгени, будем говорить, Андрей Алексеевич Супаченко, мой друг, и, когда я в Кацалеке учился, мы вместе, тренировались, боролись, и так далее, и тому подобное, ну, то есть, всех не перечислишь, очень много, большой, будет, спектр, вот этих вот специалистов, от которых я получал определенные, ну, будем говорить, знания. У меня еще есть пара вопросов, один немножко, не совсем касается, непосредственно, вашей деятельности, ну, в плане руководителей, тренерской деятельности, клуба дзюдо, 88, касается такого больше, ну, глобального понимания дзюдо, вот, есть, Дзюгора Кана в свое время, он, как бы, изложил, так называемые, некие, нравственные, принципы, нравственные принципы, не совсем он, а где-то, ну, какие-то он высказывал, но вот есть такая трактовка, так сказать, кодекс дзюдоиста, не кажется ли вам, что, на ваш взгляд, не слишком ли преувеличено влияние дзюдо на человека, вот, в контексте, вот, развития в нем, вот этих вот качеств. Ну, ведь, как он основоположник, естественно, он сформировал, как я уже сказал, свои принципы взгляда, понятия убеждения, будем говорить, и вот, как мы из источников, будем так говорить, информационного характера, читали, слышали, видели, видео, и...